Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где мы постим большое количество аналитического контента. Причем это не только конкретные торговые рекомендации, но и очень много торговых идей, общих фундаментальных заметок по корпоративному сектору. Знаю то, что многие из вас в комментариях оставляли пожелание, чтобы мы участили, увеличили количество контента, который связан с американскими и не только акциями. Собственно, выполняем вашу просьбу. Друзья, мы, как и всегда, открыты к предложениям. Обязательно пишите в комментариях. Каждый пост можно комментировать. Конструктивная критика допускается. Предложения, рекомендации тоже. Если нужно что-то добавить, что-то убрать, мы открыты, опять же, к диалогу с вами и готовы адаптировать контент именно под тот формат, который будет устраивать у вас всех. Ну что, сегодняшняя торговая сессия к экономическому календарю. Это данные по индексу потребительских цен Англии. За британскую валюту в последнее время мы следили в меньшей степени, чем всегда, но сегодня я предлагаю на нее посмотреть. В частности, пара фунт-доллар котируется на отметке 1.3548. В течение всей этой недели мы говорили об очень хороших шансах на укрепление позиции американского доллара, особенно учитывая тот фундаментальный фон, который сложился, учитывая экстренное заседание американского регулятора. И в целом, опять же, чтобы сейчас не повторяться, кому интересно, как это экстренное заседание завершилось, можете пересмотреть прошлые брифинги. Но в моменте могу, друзья, сказать то, что американский регулятор, может быть, и не дал прям сразу нам решение, которое так ожидалось, повысить процентную ставку и увидеть ее на отметке там уже 0.5 процента. Но он анонсировал, что это произойдет вот в самое ближайшее время, то есть по итогам уже предстоящего мартовского заседания американского регулятора, которое состоится 16 марта. То есть это хорошая установка на среднее-долгосрочное укрепление американского доллара. Но пока мы будем ждать, чтобы раскачался доллар, чтобы он собрал достаточную силу для похода вверх, у нас есть возможность посмотреть на рисковые активы, что я рекомендую и делать. Ранее была сделка по ожиданию локального роста европейской валюты, сейчас евро котируется на отметке 1.1354, к евро мы еще вернемся. Но в целом динамика риска сейчас указывает на то, что спрос на него есть, этим нужно пользоваться. Что касается британской валюты, напоминаю, что сегодня отчет по инфляции это еще один индикатор будущих действий британского регулятора по процветной ставке. Банк Англии нас уже порадовал решениями ужесточения политики. Он за последние три месяца дважды повысил процветную ставку, но это еще не предел. В целом по британской экономике, если отпустить сейчас тему политической неопределенности из-за того, что будет с Борисом Джонсоном, фундаментальный фонд довольно-таки неплохой. Вчерашний отчет по рынку труда. Уровень безработицы 4,1%, количество заявок меньше, чем было два месяца назад, число новых рабочих мест примерно в районе 180-110 тысяч. Тоже классный показатель, который говорит о том, что сектор труда Англии восстанавливается. Данные по инфляции сегодня 5,4% это значение индекса потребительских цен позапрошлого месяца. Но поскольку ранее уже британский регулятор нас готовил к тому, что инфляция, скорее всего, продолжит расти и явное доказательство того, рост инфляции в других регионах мира, вспомните отчеты по индексу потребительских цен в США. Конечно же, 100% вероятность того, что индекс потребительских цен окажется на новых локальных максимумах. Но, друзья, чем выше будет инфляция, тем больше у нас будет причин говорить о том, что Банку Англии нужно снова повысить процветную ставку и пока что не останавливаться. Пока не будут сформированы условия. Естественно, если можно так сказать с участием британского регулятора для того, чтобы индекс потребительских цен пошел на спад. Поэтому фунт доллар сейчас 1,3548. При росте инфляции, при отработке того сценария, который я обозначил, мы легко можем увидеть движение пары выше отметки 1,36. Европейская валюта 1,1354. Я жду выше уровня 1,14. Вчерашний блок статистики, темпы экономического роста и бизнес-оптимизм ЗЮ. Хорошие цифры. По ЗЮ, кстати, бизнес-ожидания растут второй месяц подряд. Фактическая цифра 54,351,7. Поэтому по евро пока что делаем ставку на хорошую статистику и на то, что Европейский центральный банк тоже будет периодически забрасывать на рынок идею или удочку, скажем так, что ставки вполне могут быть повышены раньше обозначенных ранее сроков и в европейской экономике. И тоже это следствие растущей инфляции. Поэтому не стоит недооценивать потенциал локального роста европейской валюты. И сейчас евро, в принципе, может расти, потому что индекс доллара так и закрепился на планке 96 и пока никуда не двигается. Хотя в целом, друзья, если у вас сделка по индексу доллара на долгосрок, вы правильно сделали, что купили, потому что мы ждем мартовское заседание. И вот, возможно, прямо перед самим заседанием. Возможно, после заседания постфактум уже роста процентной ставки, но рост последует. Просто нужно ждать. Тем более, это сделка без свопов. В пользу укрепления доллара долгосрочного, то, что десятилеткие облигации держатся на высоких значениях, риторика руководителей Федрезерва, Буллард, Эстер Джорнс, собственно, это все за то, чтобы не только повысить процентную ставку, но и уже начать сокращать баланс. Пока доллар не раскачается, индекс американской валюты доллар-иена, которую мы купили, 115.66, сейчас уже рост продолжается. Я думаю, что увидим очень скоро пару гораздо выше. Тем более, что сейчас на фоне смягчения геополитической напряженности в Восточной Европе спрос на защиту стал ниже. Доллар в этом свете стал смотреться лучше, потому что доллар-иены – это тоже очень хороший контраст монетарных политик. Возможно, сейчас даже более выраженный, чем в отношении других валютных активов, потому что здесь нет сомнений в том, что японский регулятор удерживает мягкую экономическую политику и низкие процентные ставки точно пока не собирается их корректировать. А по ФРС, как вы знаете, мы ждем повышения ставки примерно на 100-150 базисных пунктов. Рынок нефти 93.43. Сегодня выйдут данные по запасам нефти. Скорее всего, статистика будет со знаком минус, потому что АПИ, американский институт нефти, накануне сообщил о том, что запасы снизились. В целом, я по-прежнему за то, что высокий спрос и дефицит приложений – это нормальная, достаточная сила, чтобы сохранять на рынке покупателей. Да и движение вверх сейчас представляет собой путь наименьшего сопротивления, поэтому любую коррекцию лучше сейчас воспринимать как возможность без какого-либо злоупотребления с загрузкой депозитов небольшими объемами зайти, купить с целями в районе 97-100 долларов за баррель. Конечно же, друзья, сегодня, помимо данных по инфляции, в центре внимания трейдеров будут протоколы американского регулятора. Они выйдут 22.00 по московскому времени, а буквально за несколько часов до этого выйдет отчет по роничным продажам в США. Но чтобы не уходить опять же сейчас на второй круг, я хочу сказать, что сегодня мы 100% получим, скорее всего, и хороший отчет по рознице, и еще один сигнал жесткости монетарной политики, которая начнет действовать уже совсем скоро – Федрезерва. Но мы это слышали уже неоднократно, поэтому реакция, скорее всего, будет вялой. Доллар просто плюс-минус после небольшой влатильности закрепится на тех же самых уровнях, что и сейчас, и будет ждать уже заседание марта. Это 16 марта, но это, собственно, не так уж и скоро. Еще успеем об этом не раз поговорить. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok